Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите, «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни, о том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Пост — это очень просто. Пост — это отказ от еды или чего-то еще на определенный период, чтобы сфокусировать свои мысли и внимание на Боге. А вот что такое пост. Коротко и ясно. Пост — это отказ от еды или чего-то еще на определенный период, но не просто так, а чтобы сфокусировать свои мысли и внимание на Боге. Вот и все. Еще раз, коротко и ясно. Ничего не нужно усложнять. Пост — это также один из способов смирения. В 34-м псалме, 13-м стихе сказано, «Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недр мою». Книга Иоиля, 2-я глава, 12-й стих, говорит нам, «Пост демонстрирует проявление внутреннего покаяния». Вы это слышали? «Пост демонстрирует проявление внутреннего покаяния». Так говорит Господь. «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плача и рыдания». Итак, пост — это способ, посредством которого мы смиряемся перед Богом. А еще пост — это доказательство покаяния. В истории о пророке Ионе, Иона приходит в Неневию и говорит горожанам, «Бог разберется с вами из-за ваших злых путей». Это было в Ветхом Завете, а мы живем в Новом. Но какой была реакция всего города? От царя до обычного жителя. Все люди и даже все животные, весь их скот облеклись во вретище и пепел, и царь сказал, «Никто не будет есть, и, может, Бог смилуется над нами, видя наше покаяние, изменит свои намерения и будет благ к нам». Но вот что такое библейский пост. Пост также берут перед принятием важного решения. У вас были такие моменты, когда вы думали, стоит или не стоит идти на этот важный шаг. Для этого подходит пост. Книга Исфири, 4 глава. «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю». Хотя это против закона. «Если погибнуть, погибну». Это долгая история, но постараюсь рассказать ее вкратце. Эта молодая девушка была еврейкой, и она обрела благоволение в глазах царя и стала его женой. Но даже царь не знал, что она была еврейкой. Она собиралась прийти к царю, рискуя своей жизнью, потому что приходить к царю без приглашения было незаконно. Она хотела попросить царя изменить свое решение и не уничтожать всех евреев. Но перед этим она сказала, «На кону моя жизнь. Погибнете не только вы, но и я могу погибнуть, потому что он не знает моего происхождения. Я пойду на риск, но перед этим мы все будем поститься и просить о божественном вмешательстве». Я думаю, что иногда, и нам нужно брать такой пост. В жизни бывают такие моменты, когда нужен именно такой пост и молитва. Есть еще один пример в книге Ездора. Это 8 глава, 21, 22 и 23 стихи. Здесь сказано, «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для хранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющее, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его». Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас. Когда вы отправляетесь в путешествие, в котором могут быть трудности и опасности, в подобном случае эти люди молились, а также постились. Иными словами, пост подходит для принятия важных решений. Бывают моменты, когда мы постимся коллективно, как, к примеру, запланировано нашей церковью в следующем году. Мы просим всю церковь присоединиться к нам в трёхдневном посте. Пост может быть коллективным, семейным или индивидуальным. Возможно, у вас есть привычка, которая совсем не благочестивая, и вы сделали, ну, всё, чтобы избавиться от неё. Может, вам нужно подключить пост? Это покажет ваше желание вернуться к Богу. А какие бывают посты? Во-первых, пост от еды. Вы поститесь от еды. Во-вторых, есть частичный пост от еды. Так постился Даниил. Он ел только овощи и фрукты. Итак, можно поститься от всей еды, а можно только от части. Ещё можно поститься от того, что вы любите. Например, вы сладкоежка. И вы будете поститься от шоколада или сладостей. Возможно, в жаркий летний день. Вы любите прийти с работы и открыть пиво. Если у вас в семье были алкоголики, я не рекомендую вам делать это. Но вы можете принять решение поститься от алкоголя. Это тоже пост. В-четвёртых, вы можете поститься от соцсетей. Как бы я хотел, чтобы некоторые люди пошли на это. Хочу показать вам примеры продолжительности поста из Библии. Во-первых, пост может быть один день или часть дня. Места описания, связанные с этим, вскоре появятся на экране. Поститься можно один день или, к примеру, поститься от завтрака или обеда. Но не нужно называть постом тот случай, когда вы забыли поесть. Иногда я думаю... Я буду поститься пять дней, или я буду поститься, скажем, три дня. Но проблема в том, что на трёхдневный пост у меня уходит десять дней. Почему? Потому что я забываю, что взял пост, и на второй день могу что-то съесть. Нужно начинать сначала. И иногда на трёхдневный пост у меня уходит десять дней. Итак, пост может длиться один день. Или часть дня. Во-вторых, пост может длиться всю ночь. Об этом вы можете прочесть в шестой главе книги Даниила. Ещё пост может быть трёхдневным. Именно такой пост мы планируем в нашей церкви. О нём сказано в Есфире четвёртой главе. Мы только что об этом читали. И так далее. Пост может быть семидневным. Он упоминается в первой и второй главах книги царств. Пост может быть четырнадцатидневным. Это Деяние, двадцать седьмая глава. Это пост во время кораблекрушения. Прочтите, это просто невероятно. Ещё пост может быть двадцатиднодневным. О нём можно прочесть в книге Даниила. Также бывает сорокадневный пост. Писание говорит о людях, которые постили сорок дней. Второзаконие, первая книга царств и Евангелие от Матфея. Сам Иисус постился сорок дней. Ну а ещё бывает пост неопределённой продолжительности. Библия просто говорит, что люди постились, но не уточняет, сколько. Как видите, Библия много говорит о посте и о его продолжительности. Мы знаем, что такое пост, и понимаем, каким долгим он может быть. А сейчас я хочу поговорить о том, что делать во время поста. Это всего лишь физическая дисциплина? Да нет, это немного большее. Пост меняет структуру наших духовных приоритетов. Я очень хочу, чтобы вы усвоили это. Пост меняет структуру наших духовных приоритетов. Я вам гарантирую, что в этом здании нет человека, которого не шокирует то, насколько мы на самом деле руководствуемся нашей плотью, а не духом. Мы живём в трёхмерном мире, но не видим четвёртое измерение, духовную сферу. Библия говорит, что мы окружены облаком свидетелей, но мы этого не видим. Мы видим то, что перед нами. Мы видим то, к чему мы можем прикоснуться или попробовать, и мы руководствуемся только этим измерением. И часто забываем о том, что происходит в духовном мире. Бог сделал нас духом, душой и телом. Он сказал, создадим человека по нашему образу. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. А в храме Ветхого Завета было святое святых, святое и внешний двор. Люди входили во внешний двор, потом во святое, а потом во святое святых. Мы с вами созданы по образу и подобию Бога. Мы три едины. Мы дух, и у нас есть душа и тело. Покажу вам, что об этом говорит Писание, чтобы вам не пришлось верить мне на слово. Это второе послание к Коринфянам, пятая глава. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится». О чем тут идет речь? О вашем цели. У вас есть земная хижина. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится». Некоторые из нас разрушают ее быстрее других. Мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногими. Ибо мы, находясь в этой хижине, в этом теле, воздыхаем под бременем». Джош сегодня рассказывал нам о батуте. Он обременен прыжками на батуте. Я был в том же парке, что и Джош, но не поранился. «Во имя Иисуса». «Потому что я все время просидел в массажном кресле». «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. «На сия Самое, и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и вдвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, во дворе, если выходя ли, быть Ему угодными». Понимаете, что здесь сказано? «Внутри вас есть Дух, который относится к небесам, тогда как мы живем в этом теле. Оно стонет, имеет свои ограничения, но мы будем жить и дальше. Бог дал нам Дух как залог, гарантирующий исполнение Его обещаний. Ваш духовный человек — это настоящие вы». Аминь. А вы когда-нибудь были на похоронах, смотрели на человека и понимали, что человека больше нет, а осталась только палатка, но у настоящего человека там больше нет. Потому что настоящий человек — это его дух. А когда дух покидает палатку, остается лишь мешок костей. На самом деле, вы — дух. А еще у вас есть душа. Ваша душа — это ваш разум, воля и эмоции. Библия говорит. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, а не удалением, как читают некоторые, чтобы вам познавать, что есть воля Божия — благая, угодная и совершенная. Итак, мы состоим из трех частей. У нас есть духовный человек. Это то, кто мы на самом деле. У нас есть душа. Это наш разум, воля и эмоции. А еще у нас есть тело. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе 16 стихе, сказано, «Посему мы не унываем, но если внешне наш человек отлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Итак, это тело, как бы хорошо вы не следили за ним, рано или поздно превратится в прах. Я рекомендую вам делать все возможное, чтобы ухаживать за своим телом, чтобы вы жили хорошо и не были слишком обременены проблемами со здоровьем. Но это тело, которое Бог дал нам, имеет срок хранения. Но тот, кто вы на самом деле, это ваш внутренний, духовный человек. Вы — это не просто эта внешняя палатка. И не просто ваш разум, воля и эмоции. Вы — это дух. Скажите «Аминь» на это. Итак, Бог дал нам дух, и мы призваны жить, руководствуясь духом. А наша душа и наше тело должны исполнять то, чего хочет наш дух. Вы меня слышите? Бог сделал вас духовным существом, но при этом дал вам разум, или душу и тело. И цель в том, чтобы тело и душа выполняли то, что Бог вложил в наш дух. Поэтому Он и дал вам тело, чтобы вы могли передвигаться. Он дал вам душу, чтобы вы были тем, кем Он вас сделал. И выполняли то, к чему Он вас призвал. Вот в чем предназначение тела и души. Давайте вернемся в Эдемский сад, и я покажу вам, что именно произошло в бытии третьей главе. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И сказал змей жене, «Подлинно ли?» Сказал Бог, «Не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая». Сказал Бог, «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала так же мужу своему, и он ел». Итак, она увидела, что плод был приятен для глаз. Он был привлекателен для ее плоти. Однако Бог сказал ей, «Не ешьте это». Но в тот момент она позволила своей плоти стать главной в принятии решения, которое противоречило повелению Бога. Она уступила плоти. Вот что такое грех. Это лучшее определение греха. Вот в чем Ева промахнулась. Бог, создавший нас по своему образу и подобию, сказал, «Бог, дух, сказал Еве». Она была создана Богом, а Библия говорит, что Бог — это дух. Он вложил в нас свой дух. Но когда наше тело или наша душа становятся главными в принятии решений, мы ослушиваемся Бога. Плот показался приятным для глаз, и эта проблема усугубляется с каждым днем. Мы настолько руководствуемся своими чувствами, а не тем, что сказал Бог. Змеи же сказал, «Неужели Бог сказал это?» Да, Бог сказал не есть это. Вы меня слышите? Потому что нам нужно принять решение жить по духу, а не руководствоваться плотью. Наша плоть каждый день принимает за нас больше решений, чем мы можем подумать. «Прелесть же поста в том, что мы отказываем своей плоть и подчиняем ее духу». Когда мы молимся и постимся, мы показываем плоти, где ее место. Она в подчинении, а не отвечает за принятие решений. Аминь. И вы будете в шоке от того, какое влияние плоть имеет на вас. Попробуйте не покормить ее день или два, и вы увидите, какая она требовательная и капризная. Послушайте, что сказано в послании к Галатам. Это пятая глава. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дело плоти известно, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, царствие Божие не наследует. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Также Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощная. Буду честен с вами. Моя плоть не такая уж слабая. Она очень требовательная. И вот почему пост так важен. Пост возвращает вашу плоть в подчинение вашему духовному человеку. Если вы вкладываете в себя пост и молитву, то тем самым вы меняете духовные приоритеты и возвращаетесь к тому, какими вы должны быть, жить по духу, а не принимать решения, руководствуясь только плотью. Аминь. Теперь посмотрим первое послание Иоанна. 2 главу, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, и гордость жицейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Похоть плоти, похоть отчей, и гордость жицейская». Пост открывает ваши глаза на духовный мир. Попробую объяснить, что я имею в виду. Лука, 4 глава. Библия говорит, что Иисус постился 40 дней, «А потом Дух повел его в пустыню, чтобы пройти искушение от дьявола». Вопрос к вам. Дьявол всегда был рядом? Да. Но именно пост и молитва привели Иисуса в то место. Враг существовал и до того момента. Но что делает пост? Он не делает вас более помазанным, и не дает вам больше результатов. Бог не может благословить вас больше, чем Он уже это сделал. Он не может дать вам больше процветания, чем Он уже это сделал. Он сделал все это на кресте. Но что делает пост? В результате 40-дневного поста Дух Святой повел Иисуса в пустыню и познакомил его с его врагом. Я считаю, что пост открывает наши глаза на духовную сферу, которая существовала всегда. Когда вы решаете жить, руководствуясь своим духовным человеком, кем Бог создал вас, и возвращаете свой разум, волю и эмоции к Слову Божьему, а не к ценностям этого мира, а также принимаете решение руководствоваться не плоти, а тем, что сказал Бог, не мирской или человеческой мудростью, а мудростью от Бога, тогда молитва и пост помогут вам осознать наличие духовной сферы, которую мы не могли бы увидеть без поста. Вы — это дух, и Бог дал нам дух, и мы призваны жить, руководствуясь духом, а не нашей душой или телом. Скажите аминь. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. Вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет, и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, «Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя». Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас. Благословений вам.